Здарова! На прошлой неделе, когда мы делали распаковку этого видео, я показал логотип на коробке, даже рассказал, какой слоган у этих гитар. И я тогда так и сказал в видео, что буквально единицы угадают. Я спросил вас тогда написать в комментариях, что это за гитара. И я сказал, единицы. И так оно и случилось. Буквально десяток людей набралось, которые написали, что это за гитара в комментариях. И то я не уверен, если все написали именно по правде. Они посмотрели видео, узнали, что это за гитара, и потом туда ее вписали. Сегодня, если бы такая распаковка проводилась, то тысячи и тысячи людей бы уже написали, что такое Джеймс Тайлер. Сейчас уже тысячи и тысячи людей, которые интересуются гитарами, знают о таких гитарах, как Джеймс Тайлер. Я немножко рассказал вам в прошлом видео об истории этой гитары, Burning Water, и об истории самой фирмы Джеймс Тайлер чуть-чуть. Также рассказал о людях, которые играют на этих гитарах. Рассказал о том, что вы можете услышать эти гитары практически ежедневно. Во всех хитах 80-х, начала 90-х эти гитары использовались именно вот этими студийными музыкантами. И я вам говорил тогда в прошлом видео, что скорее всего, скорее всего, у нас будет возможность еще поговорить о гитарах Джеймс Тайлер. Потому что эти гитары того заслуживают. И я говорил, что возможно на этой неделе мы с вами еще раз вернемся к этой теме. И вот мы возвращаемся. Давайте проведем теперь тест. Если я вам покажу логотип на коробке, напишите в комментариях, как вы думаете, какие здесь гитары. Но, что еще интересное по поводу этих гитар, потому что мое первое видео, распаковка Burning Water, так и называлось. Типа Burning Water, это чуть ли не как даже модель. Хотя это Studio Elite 2K, но Burning Water они вот различаются. Потому что эта гитара была сделана, это такая горячая вода, сделана была как подписная гитара. Этот цвет был сделан как подписной цвет Майкла Ландау. Так вот, тогда, когда мы распаковывали, когда я назвал это видео, что типа переплатил за имя. И потом же я у вас спрашивал, что вы написали в комментариях, типа, ну вот как раз показать, что за имя ли там переплачено, переплачено ли вообще. Ну понятно, это вопрос такой сейчас, это разные люди имеют свои значения. Но то видео ввело в замешательство, скорее всего, тех людей, которые говорят, что вы там платите за гитару столько-то, а 70% вы платите за имя. За имя, которое не знал практически никто. Десятки из 20. Забыл я, о чем вам говорил до того, как мне позвонили на телефоне. Ну то ладно, короче, я вам говорил, что, мол, типа там, если имя никто не знает, за какое имя там переплачиваете, да, и так далее. И потом я сделал еще прошлое видео. Я сделал о гитаре, сказал, что это одни из лучших, если не самые лучшие гитары, которые я держал в руках. И, понятно, люди там написали, ублюдская гитара, ублюдская голова. И, если честно, если честно, после того, как я вживую познакомился с этими гитарами Джеймса, мне захотелось немножко позащищать. Ну то есть, написать в комментариях там, типа. Но я не могу этого сделать, потому что я сам был такой. Буквально еще две недели назад я стебался над головой Джеймса Тайлера. Я сделал видео, где я стебался. Это у меня было видео топ-10 самых ублюдских гитарных хэтстаков. Она была на топ-3 там. И я поэтому не могу. Поэтому я понимаю, как люди к ним реагируют. Я реагировал практически так же. Когда я в первый раз услышал о гитарах Джеймса Тайлер на форумах, я тоже стебался, я тоже писал, нахрена вот это кому-то нужно? Есть же ж гитары, есть Джон Сурри, есть Том Эндерсон и так далее. И так было вплоть до недели назад. До того, как мы собирались. Потому что Burning Water это не моя гитара, она уезжает. Но когда мы эту гитару покупали, мы выбирали между Том Эндерсоном, топовым Томом Эндерсоном и Джеймс Тайлер. Человек захотел, говорит, я хочу вот Джеймс Тайлер. Чуваки у нас там, музыкальные ребята, они чуть старшего поколения, чем мое, говорят, типа хвалят эти гитары. Я говорю, не, хороший, я читал, все нормально. Но я хотел чуть ли не как приложить даже кое-какое усилие для того, чтобы направить его в сторону Тома Эндерсона. И я бы скорее всего так и сделал, если бы мне не хотелось лично попробовать Джеймс Тайлер своими руками. Это вот единственное, что... Потому что он как бы так... Может и Том Эндерсона, может и Тайлер. Сур у него уже типа есть, и он хотел Том Эндерсона. И я бы его... Потому что за Том Эндерсон я ручаюсь. У меня были несколько Том Эндерсонов разных моделей. Это высочайшего класса гитары. Ну, как и все вот эти вот гитары, которыми пользуются студийные музыканты. И я вот единственное... Я даже думал, что я немножко как бы... Немножко как бы я так себя виноватым чувствовал. Когда я ему не написал, что... Да возьми ты Том Эндерсон, что ты паришься. Тем более Джеймса Тайлера трудно было найти. На ревербах их не было. Мы двум чувакам зарядили офферы. Ну, то есть там... Они стоили по пять с половиной тысяч. Мы ему пять тысяч, ну, чтобы калифорнийские хотя бы налоги покрыло. Пять тысяч я одному присылаю оффер. Мне приходят уведомления, типа, оффер отклонен, потому что гитара уже продалась там. Вторая гитара мы... Никто не ответил. Ну, такое. И потом мы нашли вот Wildwood дилеров. Я с ними созвонился, там договорился. Там они чуть-чуть там скидки сделали, там как-то с пересылом, чтобы договориться. Короче, прислали. И я тогда чувствовал, думаю, блин, поступил я как-то вот немножко эгоистично только из-за того, что я хотел попробовать эту гитару. Я не отговорил человека от нее. И теперь вот ему поедет вот эта вот гитара с таким уродливым хэтстаком и так далее. Когда я взял гитару в руки, когда я ее сделал в распаковку вам. Я вам тогда сидел и рассказывал, что а гитара-то отличная. И я вам тогда сказал, даже вот этот хэтстак как-то начал мне больше нравиться вот вживую. Я вам часто говорю, что гитары, когда некоторые есть такие гитары, которые берешь в руки вживую, и они, ну, на тебя влияют. Практически все гитары они так будут. На картинках это очень редко можно так вот прям сфотографировать гитару, что ты думаешь, ох, классная гитара, она приходит, ты думаешь, что говна. Есть такое, но реже. А вот есть в основном гитары, как на меня действуют. Ну, ты знаешь на картинке, ну, ты примерно прикидываешь, как там, чего она сделана. Ты знаешь, что это топовая гитара. Ну, вот, и ты думаешь, что тебя ничего не удивит. Гитара приходит, и она тебя удивляет. И удивляет тебя настолько, что ты берешь и, попробовав гитару одну из таких, уже все бы, вроде бы казалось. Вроде бы казалось, ты ее попробовал, ты уже все, что делал, ты наигрался там, все такое. Ну, типа, оскому сбил, зачем, зачем бы тебе щек не интересоваться. Интересоваться настолько, настолько тебе эта гитара. Вы уже это все видели. Уже видели все эти заглушки, мы с вами не поэтому больше и так разговариваем по этому поводу, чем это. И это не дежавюл. И вот, типа, зачем ты дальше? А я, эта гитара, этот Дорни Баррер настолько меня цепанул, настолько цепанул, что я, как и говорил вам в том видео, я вам в том видео говорил, что есть у меня такая мысль. Есть у меня такая мысль шальная, а не позвонить ли мне в Wildwood еще раз. И я позвонил. И в тот день, когда я ехал за своим подарком в Twithat, когда мы купили EVH, я вам сказал в начале видео, что что-то я покупаю. И вот, что я, получается, купил. Эту гитару я прям очень сильно воодушевился. И эта гитара на меня повлияла очень сильно только потому, что Burning Water это вот пример такой студийной гитары, то есть в которой есть много звуков. Эти гитары сделаны для студии, то есть там есть снековый, там есть буст-переключатель, там есть все. Эта гитара, она была одна, и ее... Ну, сейчас я вам расскажу про эту гитару немножко больше, потому что эта гитара сама по себе интереснее. Давайте ее откроем. Это уже моя гитара. Это уже я открываю свой, так сказать, сам себе подарок на день рождения. И у нас прям целая неделя за неделю у нас идет открытие топовейших гитар. Это James Tyler. Это James Tyler, как и другой James Tyler. Тут три кармана, все на защелках. Ключ для анкера. Как вы знаете, я вам говорил, что здесь анкерный ключ немножко другой, другой, потому что здесь анкерная система немножко другая, как на других гитарах. То есть у него вот эта нога очень-очень короткая, чтобы сюда залазить. Вот так. Я пробовал на Burning Water регулировать анкер. Это прям как по маслу. Вы прям видите. Я так еще не видел ни одного анкера, чтобы он регулировался именно вот так, как он регулировался на Burning Water, на James Tyler, на первом. James Tyler, который я потрогал в своей жизни. Я уверен, что на этом James Tyler это будет то же самое. Кстати, мне, я у него сказал, говорит, ты мне эликсиры сделаешь. Он говорит, сделаю. Я сделал. Еще одна футболка Wildwood. Как вроде мне было мало. И, понятно, книжечка. Это моя, это была на Burning Water. В книжечке идут... Спецификация. Спецификация, модель, серийный номер, все как надо. Я ее оставлю, книжечку, потому что мы с вами сейчас поговорим об этой гитаре. У нее есть особые такие спецификации. Эта гитара, она в единственном экземпляре в мире сейчас существует. Поэтому давайте сейчас на нее посмотрим чуть-чуть сблизи. И это видео. Я уже приблизительно, наверное, знаю, как я его назову. Наверное, я его назову... Теперь точно переплатил за имя. Потому что сейчас... Почему я так долго рассказывал про это имя и так далее в начале этого видео. Сейчас уже тысячи и тысячи из вас знают, что такое гитара Джеймс Тайлер. Многие, может, даже уже прочитали. И, может быть, уже даже немножко поменяли свое мнение. Даже по поводу этой головы. На этой гитаре голова выглядит немножко по-другому. Понятно, это реверснутая голова. И, почему она существует в единственном экземпляре, это Wildwood, как один из топовых лидеров США, да и вообще в мире. Они могут заказывать у Джеймса Тайлера, то есть сами себе. Расцветка это как бы такой противовес Burning Water, то есть огненная вода. Это называется Ice Wired, то есть ледяная вода. Такая ледняковая вода. И эта гитара, она немножко видоизмененная дека. Это называется Classic. То есть та была Studio Elite, а это называлась Classic. Сделана она как раз вот по тем культовым гитарам типа Cherwell, типа Джексонов 80-х. То есть эта гитара сделана вот как раз как гитара для студии. Сделано здесь все как по Джеймс Тайлеру, как мы говорили в прошлом видео о той гитаре. То есть такая же краска. Такой же гриф, то есть точно такой же гриф. То есть тоже без накладки и без холки бобра. Анкер всовывается сюда, уже просверленная там или прожженная лазером, как там оно идет, отверстие сзаду. Но что эту гитару отличает от Burning Water, что она мне именно вот так вот затронула. Во-первых, перевернутая голова. А мы все знаем, что reversed headstack это уже идет вот эти вот сценовские понты. То есть reverse голова, она уже больше как не, ну для, особенно для тех чуваков, которые на соло, когда держат это. Reverse головы, они как раз вот у них есть такой сценический больше как бы образ. Ну и понятно, только бриджевый звукосниматель. Понятно, что Джеймс Тайлер уже эта гитара, она не подходит под вот студийную только гитару. Там, допустим, на студию, там нужен хамбакер. Здесь есть кнопочка. Кнопочка стоит на том же месте, как стояла на Burning Water, которая включала-выключала бустер вот этот средних частот. Здесь это, она служит отсечкой. И вот настроить бы, конечно. Ну, она что-то, гитара пришла расстроенная, что это. Всё остальное здесь идёт так же, как и в той гитаре, кроме вот нет бустера и нет звукоснимателя. Здесь также, ну помимо, понятно, здесь классическая дека, она чуть-чуть видоизменённая, чуть больше классический, классический стратокастер, чуть больше. И здесь идёт гриф. На той гитаре он классический стандартный 59-й, здесь он тонкий 59-й. Но всё равно такой не самый тонкий гриф. То есть он такой более чувствительный гриф. И он где-то вот как Fender C. Что-то мне, если бы вот так сразу сказал, напоминает. Здесь стоят лады из нержавейки. Сейчас мы с вами точно глянем. По-моему, они стоят из нержавейки. Я так глянул, я вот, если честно, я в тот день стоял и думал, и мне хотелось. Мне хотелось себе взять гитару James Tyler, но не хотелось взять вот такую гитару, как, допустим, Burning Wire. Я смотрел на эту гитару и думаю, это вот гитара для металла. Я часто играю на бриджевом датчике. У меня есть другие гитары, отличнейшие гитары, которые я могу использовать под нековый. Но вот такая вот именно James Tyler, причём радикальная. James Tyler, они не должны как бы иметь этот радикальный имидж. Но вот эта гитара прям со всеми меня как бы... И если честно, до сих пор это такой сюрреализм. Вот уже две недели... То я не знаю. Об этих гитарах я только думал, вот как... Как вот эти там... Единороги, которым там, ну... Вот как сейчас о Кеннефе Лоуренце, знаете. Ну, гитары вот за 15 лет у меня не было возможности её пощупать. Я видел, время от времени они всплывали. Но по таким ценам, ну, по ценам, по которым они эти гитары есть, что я не хотел брать. А тем более так вот... Ну, это до гитара дороже, чем любой... Ну, не любой, но в основном переиздаты. R9, дай мне тогда... Я лучше возьму R9 или R8 или там ещё как-нибудь. Где ж тут лады? Здесь лады только написано. Размер ладов. Они написаны, если они бельзебобовые или нет. Но выглядят они как из нержавейки. Выглядят нержавеющие лады. Здесь написано, что Compound Radius 10-12. То есть он переходный, тоже не самый плоский. Контроль. Ну, какой контроль здесь может быть? Тон и ручка громкости. С Humbuckers Split Button. То есть отсечка стоит. Пулхип, шат. Всё, короче. Ну, это если нужно будет сделать. Мы, скорее всего, сделаем обзор ещё на эту гитару. Сделана она была 31 декабря. Под Новый год 2018 года. Сделана она, опять же, была под заказ. Под заказ Wildwood и Lance. Lance, который работает с Wildwood уже много-много лет. Больше 15 лет. Он мне сказал, что вот это вот Icewater. Это Wildwood придумала вместе с Джеймсом Тайлером свою такую краску. И мне она кажется даже немножко круче, чем Burning Water. И, если честно, эта гитара, мне кажется, чуть-чуть круче именно вот из этого такого более-менее радикального вида. И на ней нет накладки. Есть, конечно, и Burning Water, на которых нет накладки. Но на ней нет накладки. И вообще вся она такая, прям, ну, можно сказать, металличная. Поэтому это как бы сценический металлический Джеймс Тайлер. Играет музыка. Ну, у меня еще тут есть немножко, немножко есть у меня возможность ее настроить. Здесь высоковато для меня, как по мне, стоят струны. Ну, понятно, это ее настраивали чуваки Wildwood. Вот они там, блюзеры и так далее. Она стоит больше как, ну, чуть-чуть их ниже можно отпустить. Я еще и анкер в нее покручу. Но это я, понятно, буду этой гитарой сегодня заниматься. Вот такой вот у вас передоз гитар Джеймс Тайлер на этом канале. Опять же, мы не знали. И я не знал. И вы не знали. И я их считал самыми уродливыми гитарами. И я считал, что за что, типа, лучше Том Эндерсон. Да, любой Том Эндерсон, как мне казалось, лучше будет. Но, пощупав один, я присоединился к этому клубу, к этому тайному клубу, лозунг которого «Или ты знаешь, или ты не знаешь». Я вот сейчас знаю. И знаю настолько, что я решил взять себе эту гитару. По цене этой гитары вы могли бы взять практически любую гитару, которая вам в душе угодно. Ну, кроме единиц каких-нибудь там. Единиц или сильно винтажных гитар. Но если брать новые гитары сейчас, то практически все гитары мира были у вас перед вами. И поэтому взять гитару Джеймс Тайлер, тем более вот после того, как у меня уже была возможность с одной посидеть, наиграться и так далее. И тем более, что я... Блин, эти гитары мне все еще надо куда-то попродавать, потому что у меня их сильно много. Но я вот сидел, когда мы смотрели на сайт Джеймс Тайлера, я смотрел на эту гитару, и она меня прям взбудоражила. Просто потому, что вот именно такая вот у нее нестандартная тайлеровская форма. И вообще все в этой гитаре. О ней, понятно, мы еще с вами успеем поговорить. Мы доделаем все-таки видео истории гитары Тайлера. Эта гитара уже никуда не едет. Вы на нее будете смотреть. Она будет красоваться в следующих видосах. И, ну, понятно, это так же, как и другие гитары. Может, даже под нее будет куплен какой-нибудь еще один висячий на стене кофр. Вам всем огромное спасибо, что смотрите. Канал Гитарная История, он существует только потому, что вы это делаете. Огромное спасибо всем, кто досматривает до этого момента. Я вас считаю друзьями канала. Огромное спасибо всем, кто на струнки заходит с моим промокодом Гитарная История. Вам 7% скидка, мне плюхи капают. Огромное спасибо патронам. Ну и огромное спасибо вам всем за то, что вы есть у канала. А я погнал сейчас настрою эту гитару и немножко, а точнее до конца этого дня я буду сидеть и что-нибудь на ней играть. Субтитры сделал DimaTorzok